Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 декабря. Житие преподобных. Марка Пещерника и Феофила Плачливого. О времени, когда подвязался Блаженный Марк, лучше всего свидетельствует то событие, что при нем были перенесены из пещеры во Святую Великую Церковь, честные мощи преподобного Отца нашего Феодосия. Это было в 1091 году. По принятию святого ангельского образа, Блаженный Марк поселился в пещере и жил в ней, занимаясь тем, что выкапывал руками своими много помещений не только для упражнения в молитве, но и для погребения усопших братьев, причем вырытую землю выносил на своих плечах. Так трудился он непрестанно в всем богоугодном деле, ожидая великой награды на небесах, но не желая получать ее на земле, ибо когда кто-нибудь принуждал его взять какую-либо вещь за его труд, то он тотчас же отдавал полученное бедным. Кроме того, Блаженный опоясался железным поясом, который и носил в течение всей своей жизни, день и ночь проводя в молитве. Вместе с непрестанной молитвой Блаженный Марк соединял и строгий пост. Так как и сам Господь сосчитал пост с молитвой, поэтому преподобный даже воду пил умеренно из медного креста, который внутри был пустым, измеряя ее этой праведной мерой. Таким образом, он окончательно победил исконного врага рода человеческого, походствующего на дух, умертвил плоть свою и не только заключением, но и трудом, и оковами, воздержанием от сна и голодом, не только безмолвием в темной пещере, но и копанием земли, и железным опоясанием, бдением и постом. Пребывая в ангельском образе, святой и на деле явил себя как бы бесплотным, так что не боялся смерти, а скорее смерть боялась его глаза, как трубы архангельской. Ибо преподобный отец наш Марк получил от Господа такую силу чудотворения, что и мертвые слушались его повеления. Как это и было засвидетельствовано многочисленными чудесами. Однажды, когда он по обычаю рыл могилу, то есть не мог после долгого труда, и оставил ее тесной и недостаточно расширенной. Случилось же так, что один инок, болевший перед тем, умер и не было для погребения его другого места, кроме того, которое вырыл Марк. Мертвого принесли в пещеру и с трудом могли уложить в тесную могилу. Тогда братья стали роптать на Марка, что из-за тесноты могилы они не могли как должно положить покойного и возлить на него елей. Пещерник с отмирением кланялся им и говорил, простите меня, отцы, по немощи моей не докончил я могилы. Но они еще сильнее продолжали упрекать и укорять его. Тогда блаженный сказал мертвым, брат, так как место тесно, то сам подвинься и принявший елей возлее на себя. Мертвый тотчас протянул руку и, немного приподнявшись, принял елей, возлил его крестообразно на лицо и грудь себе и снова возвратил сосуд, а сам на глазах у всех возлег, оправил себя и почил. При виде такого поразительного чуда всех объял сильный страх и трепет. А в другой раз случилось, что один брат скончался после долгой болезни. Один из его друзей обтер его по обычаю губкою и потом пошел в пещеру, желая видеть место, где будет положено тело его любимого друга, и спросил об этом блаженного пещерника Марка. Блаженный же ответил ему, пойди скажи брату, чтобы он подождал до утра следующего дня, пока я выкупаю для него могилу, и тогда он отойдет в покое вечной жизни. — Отче, — ответил пещерник брату, пещернику, — я уже обтер губкой его мертвое тело, кому же ты велишь мне сказать это? — Ты видишь, что место еще не готово, — снова сказал ему Марк. — Я говорю тебе, пойди скажи умершему, так говорит тебе грешный Марк. Брат, побудь здесь еще этот день, пока я приготовлю для тебя могилу, и тогда возвещу тебе, и завтра ты отойдешь к желанному тобой Христу. Брат повиновался и, придя в монастырь, застал всю братью, совершающую обычно пение над умершим. Тогда он сказал умершему, — Брат, Марк говорил, что могила еще не готова для тебя, подожди поэтому здесь, до завтра. Идван произнес эти слова, к удивлению всех, как мертвый, немедленно открыл глаза, и душа его вернулась в него. И пробыл он тот день и следующую ночь живым, не говоря ни с кем ни слова, но только взирая открытыми глазами. А утром тот же брат снова пошел в пещеру узнать, приготовлено ли место. Святой Марк сказал ему, — Пойди скажи ожившему, — говорит тебе, Марк, оставь эту временную жизнь и перейди в вечную. Отдай дух твой Богу, тело же твое пусть будет положено здесь, в пещере, со святыми отцами, ибо вот, уже могила готова для тебя. Брат, вернувшись, передал все это ожившему, тот немедленно смежил свои очи, предал дух свой в руки Божии, и был с честью положен в пещере, в приготовленной могиле. И все изумлялись этому преславному чуду, как мертвый ожил по слову блаженного и снова умер по его же слову, и усердно прославили Бога. В другой раз случилось следующее. Были в том же Печерском монастыре два брата, Иоанн и Феофил, имевшие друг другу самую сердечную любовь. Одни юности свои, они были во всем единомысленно и с одинаковой ревностью служили Богу. Они упросили блаженного Марка вырыть общую могилу для погребения их, когда повелит им Господь умереть. Спустя долгое время старший брат Феофил отпущился куда-то по нуждам монастыря, а младший Иоанн, угодивший Богу, заболел, умер и был положен в пещере в приготовленном месте. Через несколько дней Феофил возвратился и, узнав о смерти брата, сильно скорбел. Феофил взял с собой некоторых из братьев, он вошел в пещеру, пошел, желая увидать, на каком месте положен усопший. Увидав же, что он положен в их общей могиле, на верхнем месте, Феофил пришел в негодование и стал сильно роптать на Марка, говоря, «Зачем ты положил брата на моем месте, ибо я старше его?» Смиренный же пещерник кланялся и ему говорил «Прости меня, брат, я согрешил». Затем, обратившись к умершему, сказал «Брат, встань и уступи это место твоему старшему брату, сам же ляг на нижнем». И тотчас, по слову Блаженного, он мертвый встал и лег на нижнем месте. Все, пришедшие с Феофилом, видели это чудо и пришли в сильный страх и ужас. Брат же, роптавший на блаженного Марка, упал к ногам его, прося прощения. «Согрешил я очи, заставил брата сдвинуться с места», — говорил он. «Молю тебя, повели ему снова лечь на прежнее место». Но Блаженный ответил ему «Сам Господь устроил так, что тело этого умершего показало, какую любовь он и по смерти сохранил к тебе, подчиняясь твоему старшинству и удаляясь из верхней части, приготовленной для вас обоих общей могилы. Господь устроил так, чтобы прекратить вражду, возникшую между нами из-за твоего ропота, и чтобы ты не имел злобы и вражды ко мне. «Воскрешать же мертвых дело Божие, а я человек грешный, поэтому не могу сказать ему этому умершему, встань и ляг снова на верхнем месте. Повели ему ты, не послушает ли он тебя. Знай также и то, что надлежало тебе уже больше не выйти из пещеры, чтобы немедленно наследовать свое старшинство и сейчас же быть положенным здесь. «Но так как ты еще не готов для исхода, то пойди позаботься о спасении твоей души, и спустя несколько дней будешь принесен сюда». Услыша это, Феофил стал сильно скорбеть, полагая, что тут же упадет и умрет, и даже не надеялся дойти до монастыря. С трудом придя в себя, он вернулся в свою келью и предался неутешному плачу. Он раздал все свои вещи, оставив себе только рубашку и мантию. Каждый день ожидал он смертного часа, и никто не мог удержать его от горького плача. Хотевшие же утешить, повергали его в еще большее рыдание. И никогда не могли принудить его отведать вкусной пищи. Слезы его день и ночь служили ему хлебом. Когда наступал день, он омывал лицо свое слезами и говорил, не знаю, доживу ли до вечера. Когда же наступала ночь, он снова омрачал слезами свет очей своих, говоря, кто знает, доживу ли до утра. Многие, восставшие утром от сна, не достигали вечера или другого сна, кроме смерти. И многие, уснувшие, не вставали со своего ложа. Как же могу надеяться остаться в живых я, получивший извещение, что мне скоро предстоит скончаться? И непрестанно плача и постясь, он молился, да подаст ему Господь по неизмеримой щедрости своей время покаяния. Поступая так в течение многих лет, он в такой степени изнурил свою плоть, что можно было сосчитать его кости, и от многих слез лишился зрения. Преподобный же отец наш Марк, провидев час отшествия своего ко Господу, призвал Феофила и сказал ему, «Прости мне, брат, что я причинил тебе такую тяжкую печаль, и моли Бога о мне, ибо вот я уже ухожу из этого мира. Если же буду иметь дерзновение, не забуду молить о тебе Господа, чтобы он сподобил нас обоих, узреть его пресвятое лицо, увидеть друг друга и пребывать вместе с преподобными отцами нашими Антонием и Щеодосием Печерским». Феофил же со слезами ответил ему, «Зачем ты покидаешь меня, отче? Или возьми меня с собой, или подай мне здесь прозрение. Знаю, что по грехам моим я пал бы мертвым в пещере перед тобой, когда ты воскресил умершего брата моего. Но ради святых молитв твоих Господь пощадил меня, ожидая моего покаяния. И ныне ты можешь даровать мне то, о чем молю тебя, чтобы мне или отойти с тобой ко Господу, или прозреть? «Не скорби, брат», — ответил ему преподобный Марк, — «что ты ослеп телесными очами Господа ради, ибо духовными очами ты прозрел и имеешь истинный разум. И я считаю за благо быть виновником твоего ослепления. Я предрек тебе смерть, желая полезного для души твоей, и желая привести в смирение твое плоское высокоумие, ибо сердце сокрушенного и смиренного, а не хвалящегося со старшинством, Бог не уничижит. Поэтому нет тебе нужды видеть сей кратковременный свет, но проси у Господа, чтобы узреть тебе славу и его в пресносущном свете. И не желай смерти, она наступит хотя бы и против твоего желания. Но да будет тебе это знамением твоего отшествия. За три дня до твоей кончины исцелится твоя слепота, и ты зрячим отойдешь ко Господу, и узришь там нескончаемый свет и неизреченную славу». Оставив такое пророчество о кончине Феофила, преподобный отец наш Марк «И сам окончил о Господе свою временную жизнь на земле, и перешел в жизнь вечную на небесах с самим первоначальником воскресения Иисусом и со всеми святыми пророками, как повелевавшие мертвыми и пророчествовавшие. Чудотворная мощь его положена в пещере, где он сам ископал себе могилу, и подают неоскудевающее исцеление всем с верой, притекающим к его честной раке. Тут же лежат и железные вериги, которые носил на себе преподобный, и медный крест, из которого он пил воду, и который он столь осветил своими устами, что сообщил ему чудотворную силу. Ибо кто только с верой и постясь приходит и пьет святую воду из этого честного креста, все получают чудесное исцеление, вернее, чем от каких-либо врачебных вод. Блаженный же Феофил удвоил свои рыдания, горько плача и о разлуке с отцом и наставником своим, преподобным Марком, и о своей кончине, которую ожидал каждый день. Вспоминая пророчество пещерника, он проливал источники слез, но они у него от этого только умножались. Было у блаженного Феофила такой обычай, что когда он упражнялся в молитве, и у него текли обильные слезы, то он подставлял сосуд, над которым и плакал, и за много лет он наполнил его слезами доверху. Вскоре снова вернулось к нему зрение согласно обещанию преподобного Марка. Тогда Феофил уразумел, что близка его кончина. Поэтому он начал усердно молиться Богу, чтобы угодны были ему его слезы, и, воздевая руки к небу, говорил так. «Владыка человека любви, Господи Иисусе Христе Божий мой, не хотящий смерти грешников, но ожидающий обращения их, ведущий немощи наши, царь пресвятый и утешитель благий, здравия болящих, спасения грешных, укрепления изнемогающих, восстания падающих. Молюсь я тебе в час сей. Покажи на мне недостойно милость Твою, прими излияние горьких слез моих, излей на меня неисчерпаемую пучину благоутробия Твоего, и соделай так, чтобы не подвергнуться мне искушению в воздушных мытарствах и не подпасть под власть князя Тьмы ради молитв у великих угодников Твоих, преподобных отцов наших Антоний и Феодосия Печерских и всех святых от века Тебе благоугодивших». Когда произнес блаженный Феофил эту молитву, ангел Господень предстал ему во образе прекрасного юноши и сказал, «Хорошо молишься ты, Феофил, но зачем превозносишься количеством собранных Тобой слез?» И ангел показал ему свой сосуд, гораздо больший сосудов Феофила, исполненный благоухание, как бы от многоценного мира. «Вот слезы твои», — сказал при этом ангел, «которые ты извил из сердца в молитвах к Богу и отер рукой или полотенцем или одеждой, или же которые упали из глаз Твоих на землю, я собрал их все в этот сосуд и сохранил по повелению владыки и творца моего и ныне я послан возвести тебе радость, дабы ты с весельем отошел к сказавшему блаженны плачущие, ибо они утешатся». Произнесши это и оставивши на месте сосуд, ангел стал невидим. Блаженный же Феофил, призав ягумена, рассказал ему о явлении ангела и о словах его, а также показал и оба сосуда, наполненные слезами, один свой, а другой ангельский, издававший благоухание лучше всех ароматов, и просил по представлению своем излить их на его тело. На третий день по прозрении он отошел к Господу для созерцания Пресвятой Троицы. Честное тело его положили в пещере рядом с любимым им братом и блаженным Иоанном, близ преподобного Марка, и помазали его из сосуда ангельского, отчего вся пещера наполнилась благоуханием. Потом возлили на него и другой сосуд слезный, дабы, сеявший на земле слезами, пожал на небеси с радостью. Эту радость он и получил ходатайством преподобного наставника своего Марка, пещерника и чудотворца, благодатью и же Бога всякой утехи, Которому в Троице восхваляемому подобает всякая слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok